Ом Ти Ви Юэй, про Головне. Ну что-то надо делать, уже невозможно просто говорить, должны быть какие-то действия. Они нас не боятся, во многом они нас не боятся, потому что мы себя боимся. Но это ладно, это лирика. Не согласна я со всеми вами? Сейчас, сейчас, вы сказали гениальную фразу. Вы говорили, как-то раз сказали, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин. И эту вашу речь у нас в Дагестане все слышали. Буквально с первых часов войны в Украине Кремль с особым пиететом описывал роль различных неславянских и нехристианских элементов в реализации его кровавых задумок. После недели войны Путин, который рьяно выступает против гендерного многообразия и путается в трансформерах, вдруг заявил о своем личном национальном гермафродитизме. Путинский каминг-аут случился спонтанно. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Значит, ты дебил! В общем, неясный национальный статус налицо. Хотел всем угодить своей многонациональной радугой, но сейчас как-то заметно паник на фоне роста разногласий с вожаками нетитульных народов, которые обогрели руки по локоть в крови. Это наши люди. Примечательно снижение культа Зет-героя номер один Нурмагомеда Гаджи Магомедова. А ведь в истории РФ не было случаев, когда через считанные дни после смерти нерусского боевика буквально музеифицировали и сделали знаменем грязных игр с переименованием улиц, установкой пюстов, изучением его стихов. Подорвал гранаты окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал. Понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Правда, вся эта показуха нужна была как сакральная жертва для разгона войны. И сейчас об этом дутом герое закономерно забыли. Плохой знак для нацменьшинства. Из информационного поля исчезли, возможно, намеренно, тувинец Шойгу и дагестанец Евкуров. Они в тени спецабосрации, связанных с ней огромных репутационных проблем. Это надсмены с мозгами. Зато маргинал Кадыров вошел в ражи и продолжает бравировать своим статусом заводилы партии войны. Лошадь сама пришла домой, как получается. Зазу дома. Да здравствует Зазу! Все санкции пробьем, уничтожим, сатанист, пиралист. Международный Зазу заперевляет, отдельно отомстим. Своих головорезов он именует легендарными чеченскими силовиками, отважными сыновьями чеченского народа. Свирепость, человеконенавистничество, террор. Визитная карточка кадыровцев. Это люди, которые являются высоконравственными и высокодуховными. Я по-другому не могу, как говорится, сформулировать, какими я вижу бойцовских на захватах. Вот я хочу их показать для того, чтобы вы запомнили их лица. Они начали выходить и прошли десятки-десятки километров через ряды противника и добрались сегодня, получается, ночью до нас. Вот они ребята, которые действительно доказывают, что время героев, оно еще не закончилось. Вот они, эти герои. Ими пехотинец Путина постоянно запугивал весь мир, указывая на их превосходство над всеми остальными отрядами российской орды. С кадыровскими патогенами конкурировали разве только боевые буряты Путина. Мы жесткие ребята, у нас нет проблем, потому что мы буряты, передай это всем. Бурят? А, боевой бурят? Нет. А какой? Буря, Булая Кимова. А? Булая Кимова, вообще не знаю. Задача состоит в трехстах тысячах мотивированных профессиональных людей с опытом. С этой задачей нужно справляться в 21 веке. Странное дело, когда в мире признают жестокость бурята-кадыровцев, последние начинают резко отпираться и утверждать обратное. Когда Папа Римский Франциск заявил об украинцах как народе мучеников, то указало наличие тех, кто выступает мучителями. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых в войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее, подчеркнул Папа. Вот он, звериный нацизм, в самом, что ни на есть, его проявлении. После емкой точной квалификации действий многонационалов со стороны Ватикана, начался взрыв негодования белых и пушистых террористов. Нет, не мы же это сделали. Но неважно. Оказывается, вдруг произошло оскорбление целых народов. Такое чувство, что колониальная практика отправки туземных варваров на убой не вызывает неприятия. Нет, все наоборот. А вот констатация их дикарской бесчеловечности при уничтожении украинского народа – огромное поношение. Путину плевать, сколько многонациональных патогенов подохнет ради его власти. Одна форма, все промокли, все заболели. Но папа должен коленопреклоненно просить прощения у токсичного Кадырова, поддерживающего де-факто геноцид малых народов РФ. А разве не является разжиганием межнациональной розни постоянный тупой пиар Кадырова и его подспудный тезис о боевом превосходстве кадыровцев над русскими? Чесназ Ахмат, наверное, является самым духовитым подразделением, никому не в обиду, но я скажу, действительно, это бойцы, которые рвутся в бой. Даже лавровская метелка Захарова перевозбудилась и выдала что-то про извращение. За что? Пока Кадыров прикусил язык, его бурятский коллега Циденов признал, зверства многонационалов являются примером лучших традиций российской армии. И война, конечно, идет за духовность. По бурной реакции сетки партии войны складывается ощущение, что последнее чувствует падение влияния. Вполне возможно, Путин действительно попользовался токсичными маргиналами и готовит их удаление из игры. Надо формировать именно такое. Добровольческие отряды России, ДОР, именно ДОР. Нет высшей доблести и счастья для мужчины? Новые меры экспортного контроля ввел Китай, неожиданно. Касаются они поставок тех самых дронов, маленьких, мавиков. И Зеленский уже заявил, что есть пути обхода, которые не дадут пострадать снабжению вооруженных сил Украины. Наверняка они действительно есть. У нас же есть. Все у него есть и техника, и вооружение, и дроны, которыми линия фронта сейчас очень насыщенно готовится, видимо, к каким-то иным действиям.